Субтитры создавал DimaTorzok И всякий, кто пожелает, изберет для себя способ вернуться к своему Господу ЗАЛЬКА ЗА это ИСМУ ИЩАРУТИН Указательное местомение МОБНИМ АЛА СУКУНИ С неизменяемым окончанием СУКУНОМ НА КОНЦЕ То есть над скрытым АЛИФОМ ФИМАХАЛЛИ РОФАН На месте подъезжа АРРОФА МОБТАДОН Подлежащее именному предложению АЛЛАМУ ЗАЛЬКА ЛАМ, который стоит после ЗА Это ЛАМУЛЬБУАДИ Это ХАРФ, который указывает на дальность То есть ВОНТОВ в основе ЗАЛЬКА АЛЬКАФ Это ХАРФ УХИТАБН Это ХАРФ, который указывает на второе лицо На собеседнике АЛЬЁМУ АЛЬЁМУ может быть ХАБАРОМ, сказуемым В этом случае предложение будет завершенным, полнозначным То есть этот день Также может быть и БАДЛЬМ, предложением ЗАМЕНЫ для АЛЬЁЛИК Тогда перевод будет таким Этот день То есть предложение не закончено Требует завершения Продолжение В этом случае сказуемым будет слово АЛЬХАК То есть этот день ИСТИНА И в этом и в другом случае АЛЬЁМУ будет в состоянии АРРОФА Потому что если это ХАБАР, сказуемая То она должна быть в состоянии АРРОФА Но если же это БАДЛЬ, предложение ЗАМЕНЫ слова ЗАЛЬК То тоже будет в состоянии АРРОФА Так как БАДЛЬ следует в падеже предшествующему имени Предыдущему имени Чим предложением он является А мы сказали, что ЗА на месте падежа АРРОФА Так как является подлежащим МУКТАДА Значит АЛЬЁМУ МОРФОН В состоянии АРРОФА В АЛЯМТУ РАФАИ признак падежа АРРОФА Здесь это АЛЬЁМУ ТАЗАХИРТУ ФИ АХРИГИ Или можно сказать АЛЯ АХРИГИ Одно и то же Явное дамо над его окончанием АЛЬХАККУ Если мы скажем, что АЛЬЁМУ это ХАБР Сказуемая То слово АЛЬХАККУ будет его НАТОМ Определением, описанием То есть это истинный день А если мы скажем, что АЛЬЁМУ это БАДЛЬ ЗАМЕНА Приложение слова ЗАЛЬКЕ То тогда уже слово АЛЬХАККУ будет самосказуемым То есть этот день истинно И в обоих случаях здесь слово АЛЬХАККУ будет в состоянии АРРОФ Скажем мы, что это НАТО или ХАБР Значит АЛЬХАККУ МАРФУН в состоянии АРРОФ В именительном падеже ВАЛАМУ ТАРОФАИ Признаком падежа АРРОФ здесь является АЛЬЁМУ ТАЛЬЁМУ 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 АЛЬЁМУ АЛЬЁМУ ЯВНЫЙ ДАММУ над его окончанием Дальше ВАЛЬМУКТАДАУ МААХАБАРИХИ То есть подлежащие АЛЬКЕ вместе со своим сказуемым Коими является или слово АЛЬЁМУ или слово АЛЬХАККУ Все это ЖУМЛЯТУ НИСМИЯТУН ЖУМЛЯТУ НИСМИЯТУН Именное предложение ИСТИНАФИЯТУН Возобновляемое предложение Новое предложение ЛАМАХАЛЛА ЛАГАМИНАЛЬ ИРАБИ Не имеет места в падеже Дальше ФАМАНЧААА АЛЬФАУ Это ХАРФ ХАРФ, который указывает на ИСТИНАФ На возобновление На новое предложение ХАРФУН МАБДИН АЛЯ ФАТХАН С неизменяемым окончанием С ФАТХА на конце МАН это ИСМУ ШАРТИН ДжАЗИМУН Имя, которое указывает на условие То есть, что из двух упоминаемых после него предложений Первое является условием для второго А второе является ответным действием первого ДжАЗИМУН То есть, имя, которое ставит два глагола в состояние АЛЬДЖАЗМ ДжАЗМУН ЛИЛЬФАЛАЙН Поэтому его так называют МАБНЮ АЛЯ ССУКУНИ С неизменяемым окончанием С неизменным суконом на конце ФИМАХАЛЬ РАФЛИН На месте падежа АЛРАФ МУКТАДА Является МУКТАДАМ Это подлежащее именного предложения ШАА Это ФИУЛИН МАДАН Глагол прощачего времени МАБНЮ АЛЯ ФАТАН С неизменяемым окончанием С ФАТХА НА КОНЦЕ ФИМАХАЛЬ РАДЖАЗМУН На месте падежа АЛЬДЖАЗМУН ФИУЛЬ ШАРТЫ То есть, глагол, указывающий на условия Глагол, являющийся условием ВАФААЛЬ ХААЙ ВАФААЛЬ То есть, действующее лицо этого глагола Это ДАМИРУН МУСТАТИРУН ФИГИ ЧАВАЗН Скрытое в нем в допустимой форме местоимения ТАКДИРУ ХОГУА И этим скрытым местоимением является ХОГУА Следует отметить, что глагол ША является Переходным МУТААДДИН То есть, требует МАФАЛЬ БИГИ прямого дополнения Но он здесь не упомянут Так как смысл и так понятен Скрытым МАФАЛЬ БИГИ может быть, например, ФАМАНША АННАДЖАТА ТОТ, ТОТ, ТОЖЕЛАЕТ СПАСЕНИЯ, например ВАЛЬ ФИГЛИ МАФААЛЬ ХИ Глагол ША со своим ФААЛЬ Это ДжУМЛЕТН ФИГЛИТН Глагольное предложение ЛА МАХАЛЛА ГАМЕНАЛЬ ИРАБИ Не имеет места в падеже ИТТАХАЗА Это ФИГЛИ МАДУМ Глагол Прощадшего ВРЕМНИ МАБНИУ АЛА ФАТНС Неизменяемым окончанием с ФАТХА на конце ФИ МАХАЛЛИ ДжАЗМИ На месте падежа АЛЬ ДжАЗМ Является ответом И ответным действием Для предшествующего ему глагола То есть, кто пожелает Тот изберет или найдет А его ФААЛЬ Действующее лицо Это ХУА Скрытое в нем В допустимой форме Местамение ХУА ВАЛЬ ФИГЛИ МАА ФААЛЬХИ Глагол ИТТАХАЗА Вместе со своим ФААЛИМ Все это Глагольные предложения ЛА МАХАЛЛА ГАМЕНАЛЬ ИРАБИ Не имеет места в падеже Как мы видим В отдельности Каждое из этих двух предложений Не имеет места в падеже Так как их Возможный АМИЛ ФАКТОР ИМИМЕН Уже оказало Своё воздействие На отдельно взятые Два этих глагола ШАА ИТТАХАЗА И поэтому Его воздействие Уже Можно сказать Исчерпано Израсходовано Закончилось Однако мы знаем Что раз мы упомянули Что слово МАН Это МОКТАДА Подлежащее Значит должно быть Исказуемое Асказуемым этого Подлежащее Валяется Первое и второе Предложения Вместе взятые То есть Глагольное предложение ШАА Со своим ФААЛИМ Являющееся Условием И глагольное предложение ИТТАХАЗА ИЛЯ РАББИХИ МААБА Значит Джумляту ШАРТИ У Джумляту Джаваби Предложение Условий И предложение Ответного Действия Или скажем Ответное Предложение Два этих Предложения Выступают Как одно Целое В роли Сказуемого Поэтому Мы и говорим Про эти два Предложения ФИ МХАЛИ РАФИН На месте ПАДИЖА АРРОФ ХАБР АЛЬМУПТАДА Являет Сказуемым Подлежащего МАН ВАЛЬМУПТАДА ОМАА ХАБАРИХИН Подлежащего Вместе Со своим Сказуемым То есть МАН И ШААТТАХАЗА ИЛЯ РАББИХИ МААБА Все это Именное Предложение ЛЯ МХАЛЛА ГАМИНАЛИ ИРАБИ Не имеет Места ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ Предложение Есть И другой Вариант Ираба Этого Предложения Но Мы Ограничимся Сказанным Дальше ИЛЯ РАББИХИ ИЛЯ Это ХАРФУ ДжАРН Предлог Родительного ПАДИЖА МАБНИМА АЛА ССЫКУНИ С Неизменяемым ОКОНЧАНИЕ ССЫКУНОМ На Конце РАББИХИ ИСМАН МАДЖРУРМ БИЛЯ Имя Поставленное Предлогом Родительного ПАДИЖА ИЛЯ В СОСТОЯНИЕ АЛЬЖАР ВОАЛА МАТИЖАРХИ Признаком ПАДИЖА АЛЬЖАРХИ В ЭТОМ ИМЕНЕ ЯВЛЯЕТСЯ АЛЬ КАСРАТАЛЬ ЗАХРАТА АЛЬ АХИДИХИ ЯВНОЙ КАСРА НА ЕГО ОКОНЧАНИЕ РАББ Это МУДАФ Имя РАБ ЯВЛЯЕТСЯ МУДАФАМ Первым членом ИЗОФЕТНОЙ СВЯЗКИ ИЗОФЕТНОЙ КОНСТРУКЦИИ ВАЛЬ ГА РАБББИГИ АЭТОТХА ДОМИР НУТТАСЛЮ СЛИТНОЕ МЕСТОМЕНИЕ МАБНИВ АЛЯ КАСРАНИ С НЕИЗМЕНЯЕМОМ ОКОНЧАНИЕМ С КАСРАНИЕ НА КОНЦЕ ФИ МАХАЛЛИ ДжАРИ НА МЕСТЬ ПАДИЖА АЛЬ ДжАР МУДАФУН ИЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ МУДАФУМ ИЛЕЙ Вторым членом ИЗОФЕТНОГО СОЧЕТАНИЕ ИЗОФЕТНОЙ СВЯЗКИ ВАЛЬ ДжАРРУ ВАЛЬ МАДЖРУР То есть Предлог родительного падежа И поставленный им в состояние АЛЬ ДжАРИМИ КОГО ИМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИЛЯ И РАББ АЛЬ ДжАРУ ВАЛЬ МАДЖРУР МУТААЛЛИКАНИ СОСТОЯТСЯ В ЗАМЫСЛОВОЙ СВЯЗКИ ИЛИ С ГЛАГОЛОМ ИТТАХДА То есть ПОЖЕЛАЕТ К КОМУ ПОЖЕЛАЕТ К СОЕМУ ГОСПОДУ ИЛИ ЖЕ СОСТОЯТСЯ В СМЫСЛОВОЙ СВЯЗКИ С УПОМЯНУТОМ ПОСЛЕ СЛОВОМ МААБА То есть ИЗБЕРЁТ ВОЗРАЩЕНИЕ К СВОЕМУ ГОСПОДУ А также АЛЬ ДжАРУ ВАЛЬ МАДЖРУР МОЖБЫТЬ ХАЛЬ От обстоятельственного образа действия От УПОМЯНУТОГО ПОСЛЕ ИМЕНИ МААБА То есть ИЗБЕРЁТ БУДУЧИК СВОЕМУ ГОСПОДУ ВОЗРАЩЕНИЕ МААБАНИТА МАФУУЛМ БИГИ Прямое дополнение для глагола ИТТАХДА В конце повторим, что ИМЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАМАН ШААТ ТАХДА ИЛЯ РАББИГИ МААБА СОСТОЯЩИЕ ИС ПОДЛЕЖАЩИЕГО МАН ИСКАЗУЕМУ СОСТОЯЩИЕГО ИС СОВОКУПНОСТИ ДВУХ ПРЕДЛОЖЕНИЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛОВИИ И ОТВЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЯ ВСЁ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И ПОЕТМУ ПОЕТМУ НЕ ИМЕЕТ МЕСТО В ПАДИЖЕ Конечно, здесь есть и другой вариант ИРАБА ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Это если мы скажем, что оно является ОТВЕТНЫМ ДЕЙСТИЕМ ОТВЕТМ НА СКРЫТОЕ УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ То есть Если вы это узнали То тот, кто пожелает ИТТАХТА ИЗБИРАТ ИЛЯ РАББИХИ К СОЙМУ ГОСПОДУ МААБАН ВОЗРАЩЕНИЕ Аллаху АЛАМ